Беседа 37, Матфея 11.7 Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человек или одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Для учеников Иоанновых Спаситель сделал, что нужно было сделать. И они возвратились, уверившись в том, что Он есть Мессия посредством чудес, совершенных перед ними. Теперь надежало подать нужное врачество и народу. Ученики Иоанновы не подозревали ни в чем своего Учителя. Между тем в народе, которому неизвестна была цель посольства Иоанновых учеников, вопрос их мог породить много неуместных сомнений. Многие могли рассуждать и говорить так. Тот, который с такой силой свидетельствовал о Иисусе, ныне переменил мысли свои и сомневается, этот ли или другой есть грядущий. Не всем ли намерением Он говорит это, чтобы восстать против Иисуса? Или темница научила Его быть осторожнее? Уже ли Он напрасно прежде свидетельствовал о Иисусе? Итак, поскольку народ мог предаваться многим подобным сомнениям, то смотри, как Господь врачует его немощь и уничтожает эти сомнения. Поэтому, когда они выходили, говорит Евангелие, сначала Иисус говорит к народу. Для чего Он начал говорить уже под шествием учеников Иоанновых? Чтобы они подумали, что Он льстит Иоанну. Но исправляя сомневающихся, Он не обнаруживает их сомнения, а только разрешает смущающие их помыслы, показывая тем, что Он знает тайные мысли всех. Он не говорит им, как иудеям, для чего вы мыслите лукавые. Потому что если они и думали так, то думали не по злобину, потому что не понимали сказанного. Вот почему Спаситель и не укоряет их, а только исправляет их мысли и защищает Иоанна, показывая, что Он не оставил и не переменил прежнего своего мнения, что Он человек нелегкомысленный и переменчивый на твердый, постоянный, и не может возверенным Ему быть неверен. Впрочем, Спаситель не произносит о нем прямо своего приговора. Он наперед подтверждает это их собственным свидетельством, показывая, что они не только словами, но и делами своими засвидетельствовали его постоянство. Почему и говорит, что ходить смотрели вы в пустыне. Как бы так сказал, для чего вы, оставив города и домы, собирались все в пустыню? Для того лишь, чтобы увидеть какого-нибудь жалкого и непостоянного человека? Но это невозможно. Не то показывает ваше великое усердие и всеобщее стечение в пустыню. Такое множество народа, жителей столь многих городов, не устремились бы с таким усердием в пустыне на реку Иордан, если бы не надеялись увидеть там великого, удивительного и твердого, как камень мужа. Выходили смотреть не трость ветром колеблемую, люди легкомысленные и переменчивые, которые говорят сегодня одно, а завтра другое, и ни на чем не останавливаются. Те именно весьма подобны трости, колеблемой ветром. Но смотри, как Господь, оставив всякое другое зло, обращает внимание на то, которое особенно в это время возмущало их, отнимая самый призлог к легкомыслию. Те слова означают то, что Иоанн не был по природе непостоянен, и это бы доказали своим усердием. Но и того никто не может сказать, что он хотя и был по природе тверд, но впоследствии, предавшись роскоши, сделался слаб. Одни из людей от природы бывают слабы, а другие вследствие переремени делаются таковыми. Например, один гневлив по природе, а другой от долговременной болезни приобретает эту страсть. Равным образом одни бывают непостоянно легкомысленны по природе, а другие от того, что предаются роскоши и неги. Но Иоанн не был таков и по природе. Выходили смотреть, говорит спаситель, не трой сколеблемый ветром, равно как не потерял он сокровища, которым обладал предавшись роскоши. Что он не был рабом роскоши, это показывает его одежда, пустыня и темница. Если бы он хотел носить дорогие одежды, то жил бы не в пустыне и не в темнице, а в царских чертогах. Он одним молчанием мог бы достигнуть величайших почестей. В самом деле, если Ирод так уважал его, несмотря даже на то, что он обличал его, и находился в узах, то тем более стал бы льстить ему, если бы он молчал. Итак, могут ли падать такие подозрения на того, кто самым делом доказал свою твердость и постоянство? Изобразив таким образом Иоанна посредством указания на место его жительства, на его одежду и на стечение к нему народа, спаситель называет его, наконец, пророком и говорит, что же ходили вы смотреть? Пророка ли? Да, говорю вам, пророка. И даже более, нежели пророка. Ибо он тот, о котором написано, сия посылая ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Приведя наперед свидетельство иудеев, он присоединяет потом свидетельство пророка, Малахии. Или лучше, во-первых, представляет мнение иудеев, которое как свидетельство врагов должно составлять сильнейшее доказательство, во-вторых, указывает на жизнь этого мужа, в-третьих, представляет свой суд, в-четвертых, называет его пророком, чтобы совершенно заградить уста их. Потом, чтобы не сказали они, что же, если он прежде был таков, а ныне переменился, Спаситель приводит дальнейшее доказательство, указывает на его одежду, темницу, и наряду с этим приводит и пророчество. Сказав, что он больше пророка, показывает далее причину, почему больше. Итак, почему же? По причине, близости своей к пришедшему. Пошлю, говорит, ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. То есть он близ тебя, как говорим, путешествие царей, те, кто славнее других, идут вблизь их колесниц. Так и Иоанн является перед самым пришествием Христовым. Смотри, как и этим Господь показал преимущество его и здесь. Но и здесь не останавливается, а приводит и свое мнение, говоря, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Старстве Небесном, больше его. То есть ни одна жена не родила человека, который бы был больше Иоанна. Чтобы увериться в достоинстве Иоанна, достаточно и одного приведенного изречения. Но если ты хочешь познать его из самых дел его, то, представь его трапезу, образ жизни, высоту духа, подлинно он жил как бы на небе. И, возвысившись над всеми нуждами природы, шел путем необыкновенным, проводя все время в песнях, молитвах и удалившись от общества людей, непрестанно беседовал с одним Богом. Он никого не видел из подобных себе и никому из них не являлся, не питался молоком, не имел ни постели, ни крова, ни съестных припасов, ни других вещей, которыми пользуются люди. И однако же был кроток и вместе строк. Например, послушай, с какой кротостью беседует он со своими учениками, с каким мужеством, с народом иудейским, и с какой смелостью, с царем. Вот почему и сказал об нем Спаситель. Не восставал из рожденных женами больше Иоанна Крестителя. Но чтобы опять и великие похвалы не породили неприличного мнения о Иоанне в иудеях, которые предпочитали его Христу, смотри, как Господь предотвращает и это зло. Как то, что служило к утверждению учеников Иоанновых, причиняло вред народу, который почитал его легкомысленным, так и от того, что служило к исправлению народа, больше бы произошел вред, если бы слова Христова подали повод иудеям предпочитать ему Иоанна. «Потому Христос и это, не обинуясь, исправил и говоря, но меньше в Царстве Небесном больше Его». То есть меньше по возрасту и по мнению многих. Действительно, об нем говорили, что Он ест и вино пьет, Матфея 11,19. «Та же и не Он ли плотников, Сын, везде уничижали Его?» И так Христос был больше по сравнению с Иоанном. Скажешь ты? Нет. Когда Иоанн говорит, что Он есть больше Меня, несравнительно, говорит это, так же и Павел, когда вспоминает Моисея, это пишет, то насколько больше славы Его, настолько больше Он Сам. Несравнительно, пишет и Сам Спаситель, говоря, что Он здесь больше Соломона, не сравнивает себя с Ним. А если и допустить, что Он сравнивает себя с Иоанном, то делает это для пользы слушателей и по причине их немощи. Люди и прежде весьма уважали Иоанна, а теперь Его еще более прославил ведь имница и дерзновение перед Царем, и со стороны многих слов Христа легко могли быть приняты из-за сравнения. И в Ветхом Завете таким же образом исправляемы были души заблудших, а несравнимым говорилось сравнительно. Так, например, когда говорится, кто в других богах подобен Тебе, Господи, и нет Бога, как Ты, Бог наш. Некоторые говорят, что Христос сказал это об апостолах, а другие об ангелах, но это несправедливо. Люди, удалившись от истины обыкновенно, во многом заблуждаются. В самом деле, к чему говорить здесь об ангелах или об апостолах, при том, если Он сказал это об апостолах, то что препятствовало Ему назвать их по имени? Но говоря о себе, Он справедливо скрывает лицо свое, как по причине Господства, что о нем мнение, так и для того, чтобы не подумали, что слишком превозносит себя. Спасители во многих случаях так поступают. Что же значит слова в царстве небесном? То есть во всем духовном и небесном. Сказав, не восставал, из рожденных женами Божьяна Крестителя, Спаситель отличил себя от Иоанна, и таким образом показал, что его не должно сравнивать с Иоанном. 405. Хотя Христос был рожден от жены, но не так, как Иоанн, потому что был непростой человек, и родился не так, как обыкновенно рождаются люди, но необыкновенным и чудным рождением. В стиле 12 Одней же Иоанна Крестителя до ныне царство небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его. Какую связь имеют эти слова с тем, что сказано было прежде? Великую и весьма тесную. Спаситель заставляет и понуждает ими слушателей своих к вере в него, и вместе подтверждает то, что сказал прежде о Иоанне. В самом деле, если до Иоанна все исполнилось, то значит, я, грядущий. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Пророки, следовательно, не перестали бы являться, если бы не пришел я. Итак, не простирайте своих надежд вдаль, и не ожидайте другого мессии. Что я, грядущий, это видно как из того, что перестали являться пророки, так и из того, что с каждым днем возрастает вера в меня. Она сделалась столь ясной и очевидной, что многие восхищают ее. Но кто же скажет, что и восхитил ее? Все те, кто приходят ко мне с усердием. Далее Спаситель приводит и другое доказательство. Если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти. Ибо пошлю в Писание, говорит вам, Ильюфис Фитянин, он устроит и обратит сердца отцов к детям. Итак, если вы будете внимать с отчанием, то познайте, что он и Илья, так же, как говорит Писание, пошлю ангела моего пред лицом твоим. Спаситель не напрасно сказал, если хотите принять, а чтобы показать, что он не принуждает их. Я не принуждаю вас, говорит он. Этими словами он требует от них самих внимательного размышления и показывать, что Иоанн есть или я. И Илья и Иоанн. Оба они приняли на себя одинаковое служение. Оба были предпечами. Потому и сказал не просто сей есть или я, но если хотите принять, сей есть. То есть, если будете смотреть со вниманием на события. Впрочем, и на этом Спаситель не остановился. Но желая показать, что нужно быть внимательными к словам, сей есть или я, которому должно прийти, и присовокупляет. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Столь много трудных для разумения мыслей предложил он для того, чтобы возбудить в Иудеях желание предлагать свои вопросы. Если же это не пробудило их от усыпления, то тем более не могли бы пробудить ясные и удобо понятные слова Спасителя. Никто ведь не может сказать того, что они не смели спрашивать его и боялись приступить к нему. Если они искушали его, спрашивая о делах маловажных, и несмотря на то, что Спаситель тысячекратно заграждал им уста, не отставали от него, то почему бы не могли спросить о делах нужных, если бы желали узнать о них? Если спрашивали о делах, касающихся закона, какая, например, Первая Западь и тому подобном, хотя и не было никакой нужды спрашивать о таких вещах, то как бы не потребовали объяснений на слова его, когда он должен был отвечать на их вопросы, а именно, когда сам располагал и побуждал их к тому. В самом деле, словами и все прилагающие усилия восхищают его Спаситель, возбуждают в них желание предлагать ему вопросы. Равным образом и словами кто имеет уши слышит, да слышит. Но кому подобен род все, он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. По-видимому, и эти слова не имеют никакой связи с предыдущими. На самом же деле, они весьма тесно связаны с ними. Христос направляет их все к той же еще главной цели и желает показать, что Иоанн поступал согласно с ним, хотя происходивше, как, например, вопрос учеников Иоанновых, и казалось противоречием. Вместе с тем он показывает и то, что для спасения иудеев не было оставлено ни одного нужного средства, как и о винограднике, говорит пророк, что нужно сделать для виноградника моего, чтобы я ни сделал. Кому подоблю рот сей, говорит спаситель. И вот пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Смысл этих слов следующий. Я и Иоанн пришли противоположными путями и поступили подобно ловцам, которые, желая поймать неудобо ловимого зверя с двух противоположных сторон, становятся друг против друга каждым в своем пути, и гонят его от себя, чтобы таким образом он непременно попал в руки того или другого. Посмотри в самом деле, с каким изумлением весь рот человеческий смотрит на чудный пост и на эту суровую и посвященную любомудрую жизнь. Для того то и устроено было, что Иоанн от самого младенчества приучен был к столь суровой жизни, чтобы через это сделать проповедь его достойной веры. Но почему же, скажешь, ты сам Иисус не избрал этого пути? Напротив, и он шел этим путем, когда постился сорок дней и обходил страны уча и не имея где главы подклонить. Впрочем, он и другим путем шел к той же цели и получал пользу от того, которым шел Иоанн, потому что получить свидетельство от человека, идущего путем жизни строгой, значило то же, что и самому идти этим путем или даже и более. Притом, Иоанн ничего более не показал, кроме строгого образа жизни, так как Иоанн не совершил ни одного знамения, а спаситель свидетельствовал о себе и знамениями, и чудесами, таким образом предоставив Иоанну блистать постом, сам избрал путь противный, участвовал в трапезах мытарей, вместе с ними ел и пил 408. Теперь спросим иудеев, что скажете вы о посте? Хорош он или похвален? Если так, то вам набежало повиноваться Иоанну, принимать его и верить словам его, тогда слова его привели ибо вас к Иисусу. Или пост тяжек и обременителен, тогда он надлежало повиноваться Иисусу и верить Ему, как идущему путем противным. То-то другой путь могут привести вас к царствию, но они подобно дикому зверю восстали против того и другого, и так не должно обвинять тех, которым не поверили. Но вся вина падает на тех, которые хотели не верить им. Никто не станет в одно и то же время порицать, так же, как и хвалить вещей противных. Так, кто любит человека веселого и роскошного, тому не может нравиться печальный и суровый. Равным образом не будет хвалить человека веселого тот, кто хвалит печального. Невозможно об одном и том же предмете в одно и то же время думать так и иначе. Потому ему-то Иисус и сказал «Мы играли вам они и вы не плясали, то есть я вел жизнь нестрогую и вы не покорились мне, плакали и вы не рыдали, то есть Иоанн проводил жизнь строгую и суровую и вы не внимали ему. Впрочем, Иисус не говорит, что Иоанн вел тот, а я другой образ жизни, но так как оба не имели одну цель, хотя дела как об общих. И то, что они шли противными путями, происходило от их великого согласия, направленного к одной цели. Итак, какое же вы можете иметь оправдание, потому что Спаситель присоединил и оправдан на премудрость чадами ее? То есть хотя вы и остались неубежденными, но уже не можете обвинять меня, как и о Боге отце говорил пророк, и он оправдан в словесах своих, хотя Бог и не видит никакого плода от своего о нас попечения, однако со своей стороны исполняет все, чтобы людям бесстыдным не оставить ни малейшего повода к безрассудным сомнениям. А что Господь употребляет простые и неблагородные сравнения, ты не удивляйся этому, он говорил так, приспособляясь к немощи слушателей, так Иезекиил часто употребляет сравнения приличные иудеям, но несообразны с величием Божиим. Но это есть дело особенного попечения Божия нас. Но смотри, как иудеи иным образом запутали себя в противоречивых мнениях. Сказав об Иоанне, что он имеет беса, они не удовольствовались этим. Напротив, и об Иисусе, который избрал пусть противно, утверждали то же самое. Так всегда не вдавались в противоречивые мнения. Евангелист Лука кроме этих обвинений приводит еще и другое, сильнейшее, говоря, мытари оправданы Богом, то есть принявшие крещение Иоаннова. Иисус тогда уже начал порицать города, когда оправдана была премудрость, когда он показал, что все исполнено. Так как он не убедил иудеев, то начинает оплакивать, что еще важнее угроз. Он обнаружил через них свое учение и свою чудодейственную силу, но так как они не оставили свое упорство, то начинает порицать их, и тогда говорит Евангелист началом укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тирии и Сидоне явны были силы, явленные в вас, то давно бы они вовретяще и пепли покаялись. А чтобы тебе увериться, что жители этих городов были злые и не по природе, он упоминает о таких городах, из которых произошли пять апостолов, именно из Вифсаиды произошли Филипп и четыре первоверховных апостола. Но говорю вам, Тиро и Сидон отрадней будет в день суда, нежели вам, и ты, Капернаум, до неба возмешиваяся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, слава тебя, Отче Господи неба и земли. Спаситель присоединяет к этим городам Содом не без причины, но чтобы увеличить осуждение. Подлинно сильнейшим доказательством злобы иудея служит то, что они являются худшими не только современных им, но и всех когда-либо бывших злых людей. Подобным образом Спасители в другом месте обличают их, сравнивая с неевитянами и с южной царицею, но там Он осуждает их, сравнивая с праведниками, а здесь с грешниками, что гораздо тяжелее. Такой способ осуждения употреблял и Иезекииль. Он говорит Карусалиму, оправдал сестру твою во всех грехах твоих. Так Иисус везде сообразовался с сверхним заветом. Впрочем, он и этим не оканчивает своего обличения, но наводит на них страх, говоря, что они потерпят гораздо тягчайшие бедствия, нежели жители Содома и Тира, чтобы всеми способами преклонить их к вере и сожалениям и страхам. Иезекииль 1651. 409. Будем внимать этому и мы. Не неверующим ведь только, но и нам, определил спаситель наказание более жестокое, чем мы не будем принимать приходящих к ним странников, когда повелел им отрисать прах от ног своих. И весьма справедливо. Неверные, хотя и тяжко согрешали, но прежде законы и благодати. Напротив, мы, согрешая, после столь великого попечения нас, как можем надеяться получить прощение, когда оказываем столь великую ненависть к странникам, заключаем двери для бедных и еще прежде заграждаем слух от их воплей, или лучше не только для бедных, но и для самих апостолов. Потому саму ведь мы поступаем так с бедными, что не внимаем словам апостолов. Когда читает Писание Павла, и ты не внимаешь, когда проповедуется учение Иоанна, и ты не слушаешь, то как можешь принять себя бедного, не принимая апостола, и так, чтобы наши двери непрестанно отверстили для бедных и слух для учения апостолов, очистим слух души от нечистоты. Как нечистота и грязь заграждает слух телесный, так любострастной песни, рассказы о делах житейских, о долгах, о ростах и процентах, более всякой нечистоты заграждает слух душевный, и не только заграждает, но еще делает его нечистым, рассказывающая о таковых делах наполняет нечистотой слух ваш, и чем некогда угрожал варвар, когда говорил будете искать свой и прочее, Исайя 32, 12, тому же или еще и худшему подвергают вас эти люди, и не на словах, а на самом деле, подлинно срамные песни отвратительной всякой внешней нечистоты, и что всего вреднее, вы не только не скучайте, слушая их, но и восхищайтесь, тогда как належало бы гнушаться ими и бежать. Если же они не отвратительны, то ступай к плесунам и подражай тому, что хвалишь, и лучше пляши с тем, который производит этот смех. Но ты не согласен на это. Итак, для чего же воздаешь ему такую честь? И языческие законы признают людей этого рода бесчестными, а ты понимаешь их как послов и вождей, и всех созываешь слушать то, что оскверняет слух. Если раб скажет тебе слух что-либо гнусное, ты подвергаешь его жестокому наказанию. Если сын твой или жена или другой кто сделает тоже, ты почитаешь такой поступок обидаю. Но если пригласить тебя слушать постыдные слова, люди презренные пригласят и негодные, то ты не только недосадочно даже радуешься и хвалишь это. И что может сравниться с таким безрассудством? Но ты не говоришь сам постыдных слов. Что ж от этого пользы? Притом откуда это видно? Ведь если бы ты не говорил таких слов, то не смеялся бы и слыша их от других, и не стремился бы с таким усердием на посрамляющий тебя голос. Скажи мне, с и заграждаешь от них слух свой? Я думаю, что так. Почему же это? Потому что ты сам не богохуль стуешь, так же поступай и с теми, которые говорят постыдные слова. А если ты хочешь ясно доказать нам, что тебе неприятны постыдные слова, то и не слушай их. В самом деле, как можешь ты быть человеком добрым, обращаясь среди людей, от которых быть целомудрия, расслабевая мало-помалу от смеха песен этих срамных слов. И не скверненные слушанием таких песен и слов, душа едва может быть чистой и целомудренной, тем более невозможно это для той, которая непрестанно слышит их. Или вы не знаете, что мы более склонны к злу. Итак, когда это делается нашим ремеслом и главным занятием, то каким образом избежим вечного огня? Или ты не слышишь, что говорит Павел «Радуйтесь в Господе!» Он не сказал «Радуйтесь в дьяволе!» 411. Итак, можешь ли ты слышать Павла, можешь ли чувствовать свои беззакония, всегда и непрестанно упиваясь позорным зрелищем? Что ты сюда пришел, это неудивительно и неважно. Вернее, впрочем, удивительно, потому что сюда ты идешь без всякого участия, только для вида, напротив туда, с усердием, поспешностью, с большой охотой. Это видно из того, что ты приносишь в дом свой, возвращаясь оттуда. В самом деле, всю нечистоту, приставшую к вам, там, от слов, от песен и смеха, каждый из вас несет в дом свой, и не только в дом, но и в свое сердце. От того, что недостоина презрения, ты отвращаешься, а что достойно его, того не только не ненавидишь, но и любишь. Многие, возвращаясь от гробов умерших, омывают себя, а возвращаясь с зрелищ, не воздыхают, не проливают слез, хотя мертвый и не скверняет, между тем, как грех полагает такое пятно, которого нельзя смыть тысячу источников, а только одними слезами и раскаянием. Между тем, никто так как мы не боимся того, чего должны бояться, то страшимся того, чего не должно. Что значит этот шум, это смятение, эти сатанинские крики, дьявольские подобия? Иной юноша имеет сзади косу и принимая вид женщины во взорах и в полступе, в одежде, словом, во всем старается изобразить молодую девицу, а другой напротив, достигший уже старческого возраста, срежет волосы, опоясается под чреслом и потеряв прежде волос весь стыд и готов принимать удары, готов все говорить и делать, а женщины без всякого стыда, с обнаженной головою, обращаются в речах своих к народу с великой старательностью выказывая свое бесстыдство и потеряя в душах слушателей всякую наглость и разврат. У них одна только забота искоренить всякое целомудрие, посрамить природу, исполнить волю злого духа. Здесь и слова постыдны, и лица смешны, и стрижения волос таковы, таковы же и походка, и одежда, и голос, и телодвижение, и взгляды, и трубы, и свирели действия их содержания, и все вообще исполнено крайнего разврата. Итак, скажи мне, когда ты отрезаешься от блудного питья, которое дьявол предлагает тебе, когда перестанешь пить из чаши невоздержания, которое он растворяет для тебя, там и прелюбодеяние, и измены супружеской верности, там и жены-блудницы, и мужья-прелюбодеи, и юноши-изнежины, там все исполнено беззаконие, все чудовищно, все постыдно. Итак, тем, кто присутствует на таких зрелищах, набежало бы не смеяться, а горько плакать и скорбеть. Что же? Или нам закрыть театр, скажешь, ты и по твоему приказанию не сповергнуть все? Напротив, теперь именно все не спровергнуто. В самом деле, скажи мне, от чего нарушается супружеская верность? Не от театра ли? От чего скверняются брачные ложи? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презирают своих жен? Не от сына ли множества прелюбодеев? Если кто не спровергается и вводит жестокую тиранию, то это тот, кто посещает театр. Не от скажешь, ты, зрелище хорошее учреждение законов. Увлекать жен от мужей, развращать молодых людей, не спровергать домы свойственно тем, кто владеет укреплениями. Кто, например, скажешь, ты, от этих зрелищ сделался прелюбодеем? Но кто же не прелюбодеей? Если бы мне можно было перечислить теперь всех по имену, то я показал бы, как многих мужей разлучились с женами эти зрелища, как многих пленили эти блудницы, которые одних отвлекли от супружеского ложа, а другим не дают и подумать о браке. Итак, что же, скажи мне, уже ли нам неспровернуть все законы? Напротив, уничтожая эти зрелища, мы истребим нарушение законов. Вредные для общества люди бывают именно из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи. Люди, воспитывающиеся у этих плесунов из угождения чреву, продающие свои голоса, которых занятие состоит в том, чтобы кричать и делать все неприличное, они-то именно более всех и возмущают народ. Они-то и производят мятежи в городах, потому что предаются праздности, и воспитываемое в таких пороках юношество делается свирепее всякого зверя. Например, скажи мне, откуда чародеи? Не из театров ли они выходят, чтобы возмущать праздный народ и доставлять случай пляшущим и пользоваться выгодами многих смятений, и блудных жен поставлять преграду и для целомудренных? Их чародейство доходит до такой дерзости, что они не стесняются даже тревожить кости умерших. Не они ли заставляют тратить тысячи на это лукавое дьявольское соннище, а распутство и другие бесчисленные пороки откуда? Теперь видишь ли, что ты разрушаешь жизнь, привлекая на эти зрелища, а я скрепляю ее, уничтожая их? Итак, нам должно уничтожить театр? Ой, если бы это было возможно. Если вы хотите, то я согласен уничтожить и истребить его. Впрочем, я не требую этого. Сделайте то, чтобы он и существуя, как бы не существовал. Это доставит вам большую похвалу, нежели разрушение его. Если не другому кому-то, по крайней мере, старайтесь подражать варварам. У них вовсе нет таких звелищ. Если будучи гражданами неба, приобщившись к лику херувимов, имея общение с ангелами, окажемся в данном случае хуже варваров, так как мы можем иметь тысячу других удовольствий, гораздо лучших. Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады, к текущей реке и озерам, рассматривай цветы, слушай пение кузнечиков, посещай гробницы мучеников. Здесь найдешь ты и здравие для тела и пользу для души и вреда никакого, и не будешь раскаиваться после такого удовольствия, как побывает после тех зрелищ. Ты имеешь жену, имеешь детей, что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, есть друзья, эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют великую пользу. В самом деле, скажи мне, что может быть приятнее детей, жены, или того, кто хочет жить целомудренно. Говорят, что варвары, услышав об этих беззаконных зрелищах и непристойных удовольствиях, произнесли весьма мудрые изречения, сказав, римляне выдумали эти удовольствия, потому что не имели жены детей. Они показали этим изречением, что для того, кто хочет жить честно, нет ничего приятнее жены и детей. Но что скажешь, если я укажу тебе людей, которые не получили никакого вреда от того, что проводили время в театре, но и тоже составляют великий вред, что они тратят напрасно время и служат соблазном для других. Если ты хочешь получить удовольствие, иди в сады к текучей реке и озерам, осматривай цветы и слушай пение кузнечиков, посещай гробницы мучеников. Здесь найдешь ты здравие для тела и пользы для души и вреда никакого и не будешь раскаиваться после такого удовольствия, как то бывает после тех зрелищ. Ты имеешь жену, имеешь детей. Что может сравниться с этим удовольствием? У тебя есть дом, есть друзья. Эти удовольствия вместе с целомудрием доставляют и великую пользу. В самом деле, скажи мне, что может быть приятнее детей и жены для того, кто хочет жить об этих беззаконных зрелищах и непристойных удовольствиях, произнесли весьма мудрые изречения, сказав, римляне выдумали эти удовольствия, потому что не имели жены детей. Они показывали этим изречением, что для того, кто хочет жить честно, нет ничего приятнее жены и детей. Что скажешь, если я укажу тебе людей, которые не получили никакого вреда от того, что проводили время в театре, но тратят напрасно время и служат соблазном для других. Положим, что ты сам не терпишь никакого вреда от зрелищ, но ты возбуждаешь к ним охоту в другом, да и возможными, чтобы ты сам не получал вреда, когда подаешь повод к вреду другим. Ведь и чародей, и блудник, и блудница, и все эти дьявольские скопища вину своих действий возлагают на главу твою. Если бы не было зрителей, то не было бы и тех, которые действуют на зрелищах. Наоборот, раз есть зрители, то являются и действующие лица. Итак, хотя бы ты немало не вредил своему целомудрию, что, впрочем, невозможно, но ты жестоко будешь наказан за погибель других, как зрителей, так и тех, которые их увлекали на зрелище. Притом, да еще более приобрел бы целомудрие, если бы не ходил туда. Если ты и ныне целомудрен, то был бы еще и целомудреннее, если бы убегал от их зрелищ. Итак, оставим бесполезные споры и не будем вымышлять безрассудных оправданий. Единственное оправдание состоит в том, чтобы избегать пищи вавилонской и удаляться египетской блудницы, хотя бы пришлось и нагим вырваться из рук ее. Поступая таким образом, мы будем наслаждаться великим удовольствием без всякого угрызения совести, и настоящую жизнь будем вести целомудренно и сподобимся будущих благ, благодати, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.